Итоги 2013 года и перспективы развития на 2014-й в сфере Ивановского здравоохранения озвучили на пресс-конференции. В самом начале зампред Ольга Хасбулатова развеяла сразу два самых популярных в народе слуха. Финансирование не сокращается, количество койко-мест в больницах остается прежним. На Ивановскую медицину в 2014-м будет выделено более 10 миллиардов рублей. Это больше, чем в текущем году. Поэтому все приоритетные направления в работе сохранены. Для доступности диагностического лечения небольшие поликлиники присоединят к крупным больницам. С тем, чтобы специалисты, которые осуществляют диагностическую помощь и специализированную помощь, были более доступны людям. У нас появляются вопросы. Население боится, что мы ликвидируем какие-то поликлиники, что они будут ездить в другие места и так далее. Вот мы сразу же говорим, ничего этого не будет. Вся сеть сохранится, как она есть. Медицинское лечение в Ивановской области бесплатное, настаивает Ольга Хасбулатова. В каждой поликлинике должен быть вывешен четкий перечень платных и бесплатных услуг, понятный каждому пациенту. Все платное – это, как правило, какие-либо привилегии. Какие-то особые условия в стационаре – отдельное питание, отдельную палату, какую-то особую и так далее. Затем, если оказываются услуги, которые не являются лечебными – оформление справок, наваждение автомобиля и так далее. И еще ряд услуг, которые не входят в перечень бесплатных услуг, определенных Минздравом и Фондом обязательного медицинского страхования. Сейчас в регионе проходит всеобщая диспансеризация населения. Ивановская область в числе первых занялась обследованием своих граждан. Даже в отдаленные районы для этого выезжают специальные медицинские бригады. По итогам 2013 года нами осмотрено порядка 200 тысяч взрослого населения. Всеобщая диспансеризация рассчитана на три года. За три года будет осмотрено все взрослое население Ивановской области. Благодаря таким обследованиям на ранних стадиях у многих жителей региона выявлена онкология, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, что позволит начать своевременное лечение. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.